книга открытым оком тема объединения том 13 вопрос 2770 есть ли ответы епископов по объединению которое вы поддерживаете согласны с ними отвечает Игнатий Тихонович Лапкин вот вопрос к епископу Гавриилу и его ответ цитата я задам очень провокационный и резкий вопрос на который вы можете не ответить но я его задам довольно большое число православных верующих как за рубежом так и в России считают что московская патриархия вообще образование не каноническая и нелегитимная с церковной точки зрения потому что практически вся ее нынешняя высшая иерархия была поставлена в советские времена и была поставлена с благословения не просто властей и безбожного руководства но под полным контролем КГБ таким образом они все не каноничны и с этой структурой пока не сменится полностью все ее руководство поставленное безбожной властью просто невозможно иметь дело это как господь водил евреев 40 лет по пустыне чтобы они не внесли в землю я думаю что многие в нашей пастве считают так же именно так как вы говорите у нас раньше было полностью такое представление такое понятие московской патриархии мы говорили что всегда являлись и являемся частью русской церкви но никогда не говорили что московская патриархия является ее главной частью или матерью церковью как она любит себя называть было под вопросом вообще может ли она себя называть частью русской церкви поэтому большей части нашей паства непонятно что изменилось почему вдруг сейчас такое отношение к московской патриархии будто другого взгляда на нее никогда не было но он был паству и меня настораживает что сотрудничество с московской патриархией идет и хотя государство уже не коммунистическое но многое из советского наследия еще осталось когда совсем недавно патриарх отправляет поздравление коммунистическому президенту вьетнама с победой коммунизма это знаете ли шокирует и более чем настораживает и таких примеров немало это в очередной раз показывает что церковь не отъединилась от государства она до сих пор с ним сотрудничает и может быть государство по-прежнему командует как церкви жить как развиваться многие волнуются именно о том что через объединение мы потеряем свою свободу свою автономию и право на позицию на которой мы стояли все эти годы беседовал владимир ойвин портал кредо точка ру языки 1625 при начале всякой дороги устроила себе возвышение позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего и умножила блудодеяния твои языкиль 1626 блудила с сыновьями египта соседями твоими людьми великорослыми и умножала блудодеяния блудодеяния твои прогневляя меня нет перемирия в борьбе добра и зла в войне объявленной извергнутому духу историю конфликтов по узлам по записям ведем а не по слуху в библейских строках войны чередой борьба за выживание свой чернобыль авторитет и власть любой ценой в одну и ту же точку дьявол долбит окраином тревожно засыпать засады недругов и ультиматум жуткий заложников возьмут и ослепят смех исчезал не слышно больше шуток в истории новейшей столько войн запрограммированных где-то за столами не лига нации ни в слепой оон не тушат раздувают только пламя так значит выгодно и надобно кому-то горелым запахом кровавое запить то рейх то большевистскую коммуну зачать в пробирках нежно возрастить идет эксперимент по всей планете тоталитарно дьявольских режимов доколе мир совсем в грехах ослепнет и только выжить здесь уж не до жиру антихристова страшная звезда распялиться шестиконечной жабой мир с безопасностью пар пришла пора создать но мир окажется на удивление шаток котел масонский будет опрокинут и кости пережженные на выброс составится презренному прокимен из стеллы победителей кукиш внезапно вырос но христиане знают ли о том что войны лишь гроссмейстеров игрища последний штрих в предсказанном христом и только с ним спасению путь отыщем 16 июля 2005 год игнатий лапкин и 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